Каждая встреча Ольги Сорокиной и жеребца Гамберга на конной базе «Казачий дозор» начинается с угощения и гигиенических процедур, крючкования, специальной чистки копыт и вычесывания. Помимо своей основной функции, это еще и прекрасная возможность поддерживать доверительные отношения с лошадью. Они знакомы уже больше года, за которой успели привыкнуть и изучить друг друга. Гамберг – чистокровный арабский мерин. Как, в принципе, многие арабы, достаточно горячая лошадь. Но при этом в нем присутствует спокойный темперамент. То есть он достаточно очень ласковый, очень отзывчивый, очень понимающий конь. Агрессии в нем никакой нет. Ну, если захотим поиграться, то мы, конечно, поиграемся. Занятие верховой ездой для Ольги – не только спортивный интерес. Девушка мечтает когда-нибудь принять участие в настоящих серьезных соревнованиях, но и своеобразная психологическая терапия. Для того, чтобы знать азы, для того, чтобы понимать, как балансировать на лошади, как держаться. Как правильно, грамотно общаться с лошадью, понимать ее эмоциональный фон. Для того, чтобы расслабляться самой, потому что сейчас очень, в принципе, в мире тяжело и напряжено, и хочется где-то отдохнуть, получить отдушину. Так как всю жизнь, в принципе, с лошадьми, для меня отдушины – это лошади были. Кстати, еще Гиппократ в своих научных трудах писал о том, что с помощью верховой езды и общения с лошадьми можно лечить многие заболевания, как физические, так и психологические. Это и мышечный весь каркас рабочий, это эмоциональное успокоение души, это антистресс, можно сказать. То есть, когда человеку хочется просто отдохнуть морально, можно приехать к лошади и действительно получить невероятное удовольствие. Во время верховой езды работают практически все группы мышц, улучшается кровоснабжение, в том числе головного мозга. Именно поэтому ипотерапию часто рекомендуют в качестве реабилитации при множестве заболеваний и после травм. Есть профессиональный ипотерапевт и на конной базе «Казачий дозор». Ипотерапия – это, по большей части, контакт с лошадью, это шаговые нагрузки. Это не рысь, не галоп, именно только шагом, где на лошади они просто расслабляются и получают моральное удовлетворение. Ну а тех, кто хочет заниматься верховой ездой на более серьезном уровне, опытные тренеры могут научить основным приемам передвижения на лошади – шагу, рыси, галопу и кавалете. Причем возраст значения не имеет. Тренироваться могут как пенсионеры, так и дети старше трех лет. Главное – не иметь медицинских противопоказаний. И, конечно же, любить лошадей. А не любить их невозможно. Екатерина Борисова, Александр Логин, Елена Кошелева. Видное ТВ.